Чуть громче. Моё сообщение сегодня будет посвящено теме, которая довольно редко освещается. Это психологические факторы хронической боли. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Мы все хорошо знаем определение боли, которое даёт Международная ассоциация по изучению боли, созданная в 1976 году. Мы знаем медицинское определение боли, как системная реакция организма на действие повреждающего фактора. Психологи знают психологическое определение боли, связанное с негативными переживаниями, в ответ на чрезмерно длительное или чрезмерно интенсивное воздействие. В настоящее время в современных исследованиях существуют две основные тенденции по изучению психологических факторов боли. Первая тенденция связана с изучением тех обстоятельств, когда человек избегает боли. И большинство людей всю свою жизнь стараются избежать как боли физической, так и боли душевной, боли психологической. И вся фармацевтическая современная промышленность ориентирована на то, чтобы каждый год выбрасывать на рынок лекарственных средств как можно больше новых препаратов для того, чтобы избавить нас с вами от разных форм боли. И вот это большинство населения, которых условно можно назвать борцы с болью, они глушат ее обезболивающими препаратами или в качестве мер противодействия принимают разные формы агрессии, насилия или ухода вплоть до суицидальных действий. Вторая тенденция – это меньшинство населения представлено людьми, которые стараются интерпретировать болевое воздействие как стимул к развитию, личностному росту. На катарсисе, очищающем страданий, построена вся русская проза XIX века. Наиболее яркий пример, пожалуй, это работа Федора Михайловича Достоевского, который говорит о том, что страдания и боль для русского человека – это путь к личностному развитию, стимул к развитию. Сегодня психологи изучают психологические факторы боли в двух основных направлениях. Первое направление связано с изучением того, какие психологические особенности личности располагают к формированию болевого синдрома. В рамках этого направления исследуются преморбидные особенности лиц, страдающих болевым синдромом, отмечается склонность к эмоциональной лоббильности, эмоциональной неустойчивости, повышенный уровень нейротизма, тревожности и разнообразные невротические проявления. И в рамках этого же направления изучаются те внешние факторы социально-психологические, обычно микросоциальные факторы, то есть семейное окружение, которое приводит к формированию болевого синдрома. И существует представление о так называемых болевых семьях и то болевое поведение, которое условно наследуется, передаваясь из поколения в поколение в болевых семьях. Второе направление психологических исследований изучает то, каким образом длительное, интенсивное, физическое и психологическое страдание влияет на личность человека, меняя его психологические характеристики. Исследуется то, при каких обстоятельствах возникает болевое поведение. Ну, пожалуй, наиболее яркий пример этих исследований – это изучение комбатантов, лиц, перенесших пытки, насилия, жертвы домашнего насилия. Ну, прежде всего, дети и женщины, которые регулярно подвергаются физическому насилию. И отражается это в представлении о том, что после длительных интенсивных страданий человек никогда не становится прежним, начиная с рефлекса четверохолмия, гипербдительности, настороженности, готовности видеть угрозу и опасность даже в нейтральных стимулах, утрата контроля, легко возникающие эмоции гнева, склонность к импульсивной агрессии, к депрессии и к хроническому алкоголизму. В рамках симптомов посттравматического стрессового расстройства описываются все эти изменения как следствие длительных интенсивных физических и психологических страданий. В рамках первого направления установлено к настоящему времени, что люди, отличающиеся склонностью к формированию болевого синдрома, чаще подвержены влиянию стресса, расценивают события как стрессово, обладают повышенной реактивностью, чувствительны к боли и выбирают неконструктивные копинг-стратегии. Но по количеству крупных стрессовых событий эти люди не отличаются от окружающих. Дело в том, что они расценивают обычные повседневные события, неприятности мелкие, ухудшение погоды, пробки на дорогах, повышение цен в магазинах как стрессовые и переживают их как стрессовые. А среди неконструктивных копингов, которые используют лица с хроническим болевым синдромом, прежде всего, катастрофизация на первом месте и на втором месте самообвинение с чувством вины. В связи с этими исследованиями были сформулированы психологические теории боли. Прежде всего, первыми появились эмоциональные теории, боль как проявление нерешенного внутриличностного конфликта. Обычно эти теории описывают хронический болевой синдром, связанный с мышечным напряжением в плечевом поясе, боли в спине, в руке. Их интерпретируют как наличие противоположных тенденций, связанных с эмоционально разноправленными эмоциями, которые не могут быть разрешены. И второе, более позднее направление исследований связано с формированием когнитивных теорий боли, основной идеей которого является представление о том, что если человек фиксирует внимание на внутренних ощущениях, то он воспринимает даже малейший дискомфорт как болевое воздействие. А в работах Вейна показано, что когнитивные процессы непосредственно влияют физиологические события, меняют чувствительность. В качестве примера можно привести известное описание мигренозной личности, которые характеризуются повышенной чувствительностью к стрессу, тревожностью, амбициозностью, исполнительностью. Они обязательны, нормативны, очень ригидны, с мотивацией достижения, ставят перед собой высокие цели, их добиваются, и поэтому сохраняют, между прочим, хороший социальный статус. В отношении хронической боли, в качестве хронической боли оценивается та, которая продолжается не менее трех месяцев. Хроническая боль рассматривается как следствие, прежде всего, психологических проблем. И в большинстве исследований психологические нарушения предшествуют появлению хронической боли. Прежде всего, это эмоциональные нарушения, такие как тревожно-депрессивные, а также эпохондрические и демонстративные расстройства. Но, кроме того, психиатры отмечают, что для формирования хронической боли имеют значение зависимые, пассивно-агрессивные и мазохистские черты личности. Формулируются механизмы хронизации болевого синдрома, их несколько вариантов, но примерно вот по этой схеме. Отмечается роль семейных факторов для появления хронической боли, хронического болевого синдрома. Вводится понятие болевой семьи, где в нескольких поколениях передается по наследству одна и та же специфическая модель реагирования на боль, которую некритично усваивают дети, воспроизводят и передают своим детям. Было также установлено, что в тех семьях, где один из супругов проявляет чрезмерную заботу о втором супруге, вероятность возникновения болевых жалоб у второго достоверно выше, чем в обычных семьях. То же самое касается гиперопеки. Если родители воспитывают своего ребенка по принципу гиперопеки, то у ребенка повышается вероятность формирования болевого синдрома. Известно также, что чем ниже культурно-интеллектуальный уровень пациента, тем выше вероятность психогенных болевых синдромов. В отношении особенностей личности установлено также, что на переживание боли влияют интроэкстравертированность, невротизация, уровень гипнабельности и оптимизм-пессимизм. Болевое поведение – новый термин, который появился сравнительно недавно, включает в себя разнообразные реакции на боль, как вербальные, так и невербальные, и определяется особенностями личности самого человека, и в значительной степени определяется реакция окружающих на болевое поведение субъекта. Причем болевое поведение влияет негативно за счет двух механизмов. За счет подкрепления, которое заключается в том, что когда пациент демонстрирует боль, он получает сочувствие, поддержку, заботу, внимание от окружающих, вторичная выгода, и чем больше поддержки и сочувствия он получает, тем чаще начинает демонстрировать болевое поведение. И второй механизм – это прямое влияние на дезадаптацию, поскольку само по себе проявление боли в виде ограничения активности, снижение инициативы, сами по себе ограничивают социальную адаптацию. Известно, что на болевое поведение влияют когнитивные факторы, прежде всего такие, как отношение к болезни, готовность к борьбе, надежда на исцеление, вера, и особое значение имеет наличие веры. Верующие люди гораздо легче переносят боль и реже демонстрируют болевое поведение. Еще одно понятие – стратегии преодоления боли. И известны следующие – отвлечение внимания, игнорирование, реинтерпретация, молитвы, надежды, катастрофизация. Пациенты, которые активно используют несколько стратегий, имеют достоверно более низкий уровень боли, легче ее переносят. И поэтому обучение совершенным стратегиям позволяет улучшить контроль боли. С этой целью используют когнитивно-поведенческие методики. Это психологическая релаксация, биообратная связь и вызванная символическая проекция. Боли, психические нарушения – известная связь в рамках истерического и похондрического расстройства в сочетании с депрессией. При психотических состояниях чаще встречается болевое нарушение. Но наиболее часто боли сопутствуют депрессия. И даже появился термин – синдром депрессия-боль, который активно используется в англоязычной литературе. При депрессии наиболее часто используется такая неконструктивная копинг-стратегия, как катастрофизация, что повышает интенсивность переживания боли и в поведении провоцирует появление раздражительности, агрессивности, жестокости. Из всех этих исследований следует теоретический вывод, который заключается в том, что психологические факторы определяют предрасположенность к формированию болевых синдромов и, кроме того, оказывают существенное влияние на специфику болевого поведения и выбор стратегии преодоления боли. И также они играют ведущую роль в трансформации эпизодических болей в хронические, позволяя в значительной степени определить перспективы лечения и прогноз. И практический вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что при лечении болевых синдромов показано включение в терапевтические схемы психологических методов, релаксации, аутотренинга, биообратной связи и также обучение широкому репертуару конструктивных стратегий преодоления боли. И вот второе направление психологических исследований, собственно, влияние боли на личность, оно представлено скандинавскими авторами, прежде всего это шведские и норвежские авторы, которые изучали лиц, перенесших пытки, изнасилование, регулярное семейное насилие. И вот в этом центре по изучению боли они на основании экспериментальных исследований сделали вывод о том, что человек, испытывающий интенсивное страдание, изолируется, и чем сильнее и дольше длится это страдание, тем больше степень отстраненности, отгороженности, изолированности, аутизации. И вот эта жизнь, редуцированная до боли, она представляется принципиально иной формой существования. При этом неважно, какой боли подвергается человек физической или психической, поскольку психическая боль может быть столь же разрушительна. И вот это тотальное ощущение боли делают вывод на шведские авторы, оно равнозначно тотальному истощению смысла, которое лишает человеческую жизнь какого-либо значения. В качестве примера в психической боли рассматриваются тревога и депрессия. И в заключение этого исследования шведские авторы говорят о том, что базовые условия существования в современном мире – это зависимость наша друг от друга, ранимость, смертность, хрупкость отношений, дистанциальное одиночество. Мы уязвимы в процессе всей жизни до самого последнего дня. Боль свойственна человеческой жизни, но при этом отдельные формы боли способны разрушить весь смысл, который придает этой жизни содержание. И еще одно исследование, которое мне удалось найти в отношении боли – это боль как фактор формирования симптомов личностного расстройства. на детях, подвергающихся семейному насилию, было установлено, тоже это шведские авторы, что если ребенок с самого начала подвергается насилию в семье, то он пытается, как говорит Арабрина, он замирает в травме, он избегает какой-либо активности физической, замирает, у него наблюдается хронический эмоциональный дефицит и, самое главное, дефицит социальных навыков. А в качестве способа взаимодействия с миром он использует тот единственный способ, который применялся окружающими в отношении его самого. И тогда он начинает проявлять агрессию по отношению к окружающим людям. Вот этот шаблон закрепляется, и с одной стороны усиливается агрессивное поведение, с другой стороны утрачивается контакт с окружающим миром. В качестве заключения хочу привести слова Лакана, который говорит о том, что мы подвержены боли и живем в условиях недостаточности бытия. Наша подверженность боли играет серьезную роль. Быть подверженным боли значит быть чувствительным, что означает замечать и получать не только плохое, но и хорошее в форме любви и заботы. И да, ну вот, собственно, все. Спасибо за внимание.